Ехали, B.I.G. на карте Нюк за сторону контртеррористов, Мауза в атаке, ну, справедливости ради отмечаем, что именно Маузы ставили карту Нюк как свою. Так, взорвали уже двери, там ребята, которые играют за атаку, в данном случае это Мауза, и довольно активно двигаются в сторону окон, Глейвитт задетектил уже своих оппонентов, дал информацию, но пока активно по карте не смещается команда B.I.G., а как мы видим, Мауза уже в два лица прокрались на базу B, Глейвитт, у него контакт был под Хевеном, но опять же бомба движется в сторону B.I.G., на руках сейчас она у Ксертиона, здесь, кстати, вот Аква, это такой парень, который может наломать дров, Шейн находит минус по прайм Тапсу, Глейвитт все еще сидит на Хевене, Ксертион забирает Лапекса, и тут уже проблема у B.I.G., надеемся, только на Акву, наверное. Ну вот проверят или нет, проверяется все четко, Мауз занимает нижнюю базу, готовый к установке бомбы, ситуация 2 в 5, все под контролем, Торси забирает Никси, последний Глейвитт, ну собственно человек, который ярко проявил себя в первом игровом дне, постарается разрулить эту ситуацию, ну или хотя бы сделать парочку минусов, нет, чистый раунд от команды Мауз, и по-моему они настроены очень серьезно. Да, у нас там каждый игрок отметился по фрагу, в смысле с пистолета, так называемый Team Ace, и в целом отметим пистолетный раунд с точки зрения схемы, был максимально симпатичный от Мауз Спортс, был такой удар одновременно по двум фронтам, и B.I.G., конечно, играли вроде как статично, и была возможность сливать фраги, но при этом никто минусом не отметился. Форс Бай сейчас от B.I.G., логично, наверное, смотрим за решениями от Мауз Спортс. Знаешь, что еще, наверное, стоит отметить, беги дважды в двух предыдущих игровых днях, проигрывали пистолетный раунд, и потом брали Форс, посмотрим, как будет на этот раз, выход на рампы, грамотно действует опорник, сразу же отдает позицию, смещается на нижнюю базу, ну и теперь будет ждать помощи тиммейтов. Это был Аква, вот он, 57 хп, здесь пассивная позиция также на хелпе от Ляпекса. Ну и дали контакт под рампой, в общем-то, показали свое местоположение здесь Мауза, и, судя по всему, стягивается в сторону база, будет похоже на то, что выход сюда. Нигзи играет внутри плента, опять же, тут юспик, почему-то, кстати, почему? Ну, вообще у него в руках юмп-шка. Да, я вижу. Ну, вот, наверное, байтит на юспе, а потом достанет из кармана фармган и попытается... Ну, Диггл на рампе уже за ДТ, Актили, здесь Глэйв делает минус, Шейн на размене, и начинается выход от Мауз Спортс, Нигзи. Ну, там четко играет Шейн, он опять же проверяет прайм Тапса, который находился над ним, Шейн просто разваливает всю команду, Ксерти он также делает минус по Акве, и все, остается у нас последний Лапекс, не соло нахлебавший, естественно, нужно идти уже на сейф с этим Дигглом. 2-0, очень четко, очень грамотно от Мауз Спортс, не форсируя события, не суетясь, спокойно ребята выигрывают раунд. Торзи ставит заключительный минус, и это 2-0. Там я смотрел по составу, там европейский такой состав, соляночка, там и венгры есть, и моряк есть, да, у Маузов. Так довольно симпатично смотрится команда. А, вот, кстати, Тимспик, англоязычный. Так, ну, я так понимаю, это Тимспик Маузов. Гоу послушаем, да? Маннивэз, инстат. Гоу, но, собственно, без шансов. В третий раунд подряд забирает команда Мелл Спортс. По-моему, один минус за три раунда сделали ребята из БИГ. Ну, наверное, не такого начала мы ожидали. Тем не менее, первооружейный. Прямо сейчас появляется снайперская винтовка Лапекса. Кстати, этот парень вчера играл, ну, скажем так, неоднозначно с дорогостоящим девайсом. И, ну, сегодня постарается, наверное, против более грузного соперника раскрыть весь свой игровой потенциал. Два уга, две эмочки. По гранатам все достаточно хорошо у БИГ. Ну, вот, когда, если не сейчас, показывает, на что претендует в этом матче. А можно начать и 5-0? Ну, вот на нюке в защите очень не хочется. Понимаю, да. Диффузов нет у БИГ. И ждем какой-то, не знаю, динамики, может быть. Пока Мауза играет довольно спокойно. Структурно. Нет ничего лишнего. Ну, опять-таки же, вспоминая вчерашний нюк от БИГ, в атаке, наверное, получалось больше, чем за сторону контртеррористов. Тут точно так же, по тому же сценарию. Проиграли пистолетку, проиграли форс экономический. И все это далось ему, спорс, достаточно просто. Ранняя стена смоков, как мы видим. Довольно активно здесь через улицу играет Мауза. Тут вопрос в том, как будет реагировать сейчас БИГ на все это дело. Не вижу, есть ли люркер. Тут первое столкновение. Эксерть, он погибает. Тут же есть размен на торте. Все хорошо, и Шейн мог словить Глэйва, да, однако тот его перестрелял. Численное преимущество для команды БИГ. Так, вот он, герой команды БИГ. Аква, достаточно комфортная позиция. Постарается остановить выход на нижнюю базу. Но Мауза особо не торопится. Минута времени в их распоряжении. Меньшинство. Ну, вот надо что-то придумывать. Услышал в двери. Есть, по-моему, информация по нему. Аква, как же он не пережал здесь своего визуи. 22 хеллспоинта. 3 в 3 ситуация. Вроде как занимает Мауза базу Б. Так все и складывается. Ставится бомба. И 3 в 3 смотрим за ретейком. Напомню, что диффузов нет. Так, что по гранатам? Две флешки, один смачок. Нет коктейля Молотова. GDC грамотно работает под флешку. Торси забрал Никси. Последний Глэйвит против троих. Ну и по-прежнему нет диффуз китов. Надо торопиться. Первый минус есть. Глэйвит карман не чекает. И не ждет, судя по всему, там оппонента. Ну и Сьюхи грамотно отмораживается. Понимая, что красный. Нет, все-таки выпад оформляет. И Глэйвита забирает 4-0. Уверенное начало от команды Мауза NXT. Но если так дело дальше пойдет, то намечается однокалиточная каточка. Не хотелось бы. Очень не хотелось бы. Слушай, ну пока вот я говорил, да, по тем матчам, которые я видел в целом, да, то есть не было однокалиточных игр по большому счету. Ну там 16-10. Вот я сейчас смотрю. Не, ну Na'Vi проиграли. А, 16-6. Пять или шесть. 16-6, да. Это вот единственный матч, который был более-менее разгромным счетом. В остальном мне нравится, как все складывается. Довольно неплохо выглядят команды в целом. И структурно. И есть в коллективах свои какие-то герои. Есть, конечно, фейлы. Куда же... Без них. Без них, да. Ну и медленная игра сейчас душная от Moussports. Torzis AWP на улице. Ну и так вроде как Moussa у нас играет через контроль карты, экономически от B&G. Конечно, так-то по большому счету у нас три человека сидит на нуле у команды B&G. Все еще не нашли фраг себе, ребята. Так, ну у Apex'а плотно раздемажили. Тем не менее остался жив. По-прежнему постарается вложиться со своего дигуа. Но Moussports медленно, но аккуратно проходят по улице. Никуда не торопясь. Точно так же, понимая, что у соперника только пистолеты, пытаются довести этот раунд до победы. Причем с минимальными потерями. Обрати внимание на экономику Moussports. Только у Zayna небольшие проблемы. 2 400. Ну и то в случае поражения в этом раунде денег будет более чем достаточно, чтобы закупиться. Но опять-таки же Moussports не планирует проигрывать этот? Да, конечно. Ну давай, братья, хотя бы по одному. Не. Отошел дальше. Меняет свою позицию. Zayna здесь играет очень душно. На Heaven он делает фраг. Но опять же мы видим, что его друзья выходят на базу B. Здесь откидываются смоки на рампу. Внутри плента есть Prime Tabs. Было бы неплохо его прочекать. Он может здесь наломать дров. Его все-таки чекает Сью. Погибает. Выпадает бомба. Включается Ляпекс. Падает Prime Tab. Все еще живет. Есть по нему информация. Торзи закрывает его. Остается один. Два, кстати. Два. Два все-таки в три. Нигзи и Аква. И попытается что-то сделать. Там фейк с бомбой. Нет. Было бы неплохо отменить бомбу. Нет. Не получается. Аква подключается. Через рампу делает два минуса. Два в один ситуация. Шейн сейчас чекает Сикрет. Он знает, что здесь есть оппонент. Все еще нет патронов. Три патронов. Все. Аква. Аква берет этот раунд. Вот он герой. Ну, герой все тот же для команды B&G, который часто берет раунды единолично, скажем так, внося очень много урона и много импакта в игру своей команды. Квадрокиловое исполнение Аквы. Разменял тиммейта, а именно Гвейвода, который погибал на девятке. Подобрал выбитый АК-47. Сделал после этого три минуса. Разминировал бомбу. Ну, просто красавчик. Вот тебе ему спор, с которой не планировали проигрывать пистолетом. С одной стороны, делали все грамотно. Ну, вот концовочка получилась максимально смазанная. Втроем за бочкой. Ну, как-то это выглядело очень неоднозначно. Мы успели увидеть немножко экспрессии там, судя по всему, Атаквы. Ну, и закупочный раунд есть. Все еще деньги и, возможно, даже будет на следующий от команды Моу Спортс. Опять же, в этом плане, с точки зрения раскидки стартовой на начале этого раунда. И вообще, ой-ой-ой, Глейв, неплохо. Энтри, кстати, в один из немногих вариантов, когда есть энтри. И быстрый выход на базу А, падает. Никси делает минус на бочке. Сейчас, на доме, простите, сейчас должна быть хелпа в виде Аквы. Так и есть, 4 в 2 ситуация. Там уже погибает GDC. Подключается также Никси. Он поджал рамку, я так понимаю. И пошло? Пошла вода по трубам? Или как это называется? Да, пробуждение от B.I.G. Ну, вот не хватало искорки. Аква, собственно, ее гарантировал на форсе. После этого защита бегов заиграла другими красками. Да, видишь, они здесь динамики добавили. То есть, так активненько сыграли. В принципе, Моуза плюс-минус начинают раунды свои одинаково. Вот эта вот стена смоков. Но там есть опции, как мы видим. Есть просто проход на B. Есть вот такой вот контактный выход. Немножко разыграли здесь уже B.I.G. Сократили они отставание в раундах. Два взяли. И там сейчас, судя по всему, будет прощупываться рампа. На рампе Торзи. А, нет, простите, Торзи как раз таки в атаке. Там есть на рампе Аква. Он отвечает за эту позицию. Прощупывают лонг. Сью чекает дом. Моуза опять включили душнил. Отмечаем первое появление снайперской винтовки. У Моу Спортс в атаке на картинюк. Досталась она Торзи. Ну, как будет разыгран этот девайс? На первых таймингах Эндри не получилось найти. Ну, вот дуэль против Лапекса. Это всегда интересно. Да, смог в перестройку. Сейчас от атаки залетает. Лапекс заходит глубоко за ящик. Будет у него неплохой угол на лонг. Откидывает Молотов за голубой. Моуза. Флешечка пошла. Лапекс пока нет нормального удобного угла. Судя по всему, там пропустил уже двух игроков. А заметь, он просто отмораживается. Он смотрит проход под девятку. Да-да-да. Играет грамотно. Ну, значит, есть сейчас уверенный опорник на Б, я так полагаю. А нет, смотри, Аква отдает вообще рампу. Как так? Отдали просто рампу полностью. Ну, Аква смещается назад. Вот такая затяжная пауза внутри раунда. Очень неприятная. Сложно прочитать сейчас действия команды Моу Спортс. Так, вот Ксертеон должен слышать перетяжку вражеского снайпера. Понимает, что тут где-то в окнах. Слышал, слышал. Так, ну, Апекс, походу, становится легкой добычей. Да, это энтри, судя по всему. Так и есть. В будке есть размен. Начинается заход. Аква тут как тут. Четко контролит. Хэвит, а также прайм там смещается и падает. Последний Сью. Вообще, вот так вот вроде ничего не предвещало беды для Моузов. Дали энтри, а потом... А как тебе Аква? Да. И помнишь, где мы его видели перед этим? Вспомни. На хелпе, на рампе, а потом на хелпе. И мы... Я уже сам даже не ожидал его увидеть внутри плента. Он поднялся на девятку, упал на плент и, собственно, помогал всячески своим тиммейтам на верхней базе. Как тебе решение забирать у Апекса? Вы знаешь, искушение было большое. Снайпер, который стоит к тебе спиной, легкая добыча. А возможно, стоило попробовать пройти под девятку и всех расстрелять в спину. Просто залезть на хэвен, типа? Да, да. Ну да, как вариант. Это опция, да, это опция, действительно. И смотри, что самое интересное, у тебя снайпер, то есть даже если ты его не убиваешь, но залазишь на хэвен и открываешься с хэвена, то у тебя снайпер без позиций. Он не может зайти с хэвена, снизу, вернее, с савиком залезть наверх. Никак. То есть у него просто девайс не мобильный. Ну, это говорит о скорости принятия решений и, возможно, вообще, ну вот, чтобы подумать даже о таком. То есть да, увидел спину, да, убил, да, антифраг, но на верхней базе было плотное укрепление, и оно сработало. Третий раунд подряд забирает команда BIG, ну и, по-моему, это крах экономики Maus NXT. Ну, экономически должен быть уже точно, да. Есть тэг, есть два дегла, P250 и три дегла всего мы наблюдаем. Уже чуть DC открывается довольно активно через пристройку. Нигзи просматривает у нас двери, Prime Taps. Здесь нужно быть осторожным. Heaven так-то под Heaven и эту позицию в целом никто не контролирует. Довольно много спейса отдали, как по мне. BIG, смотри, Apex вообще, аля Apex вообще спиной стоит. Смотри, ты видишь? Его просто сюда никто не смотрит. А с Heaven смотрит чел под лестницей или нет? А, вот, смотрит. Так и да, это был Prime Taps. Ну и ксертион сейчас попытается сделать рефраг. Не удается. Prime Taps тут, в принципе, хорош. Довольно убедительно он действует. Apex выступает в виде вот этой, знаешь, сладкой булочки, которая вроде бы со снайперской винтовкой, тем не менее. Вот это залетело с Юхи. На дальнем расстоянии выключает Prime Taps'а. Одним патроном четко в голову воздвигла, но ситуация немного выровнялась. 3 в 4. Maus по-прежнему пытается найти проходы к плентам своего соперника, ну и претендовать на установку бомбы. Мне в целом нравится, как Maus Sports используют зоны. Вот они круто их чекают, занимают позиции и потом разыгрывают. Вот видно, что довольно солидная координация у этих ребят. Шейн через двери. Должен погибать. Тут уже 19 хеллспоинтов. Бомба попыталась прыгнуть в вентиля, не удалось. И Глейв там с Аугом закопал двоих. И Аква делает заключительный минус по торсе. 4-4, статус-кво восстановлен. Все. Уже перевеса нет такого большого, который был изначально. И опять же напомним, что началось это все с Аквы, который оформил квадрокил. Опа-ча. Опа-ча. Миша. Это Миша Кейн? Да. После холодненького, судя по всему. Ну да, после холодненького на шарах можно прокатиться. Не могу, что это такое. Смешно. Еще и шарики такие прикольные. Топчик. Топчик, как всегда, на высоте. Спасибо, друзьяки, за то, что развлекаете нас. Это, знаешь, тот момент, когда КСК «ломай меня полностью». Да, да. И тут, по-моему, ребята сломали ее. Ну и вот он хайлайт от Прайм Тапса. На самом деле здесь очень важная была позиция и важные киллы, конечно же. Потому что тут могло произойти все, что угодно. Ну и Сью нормально там ляпнул. Так, смотрим на Заку. 5 АК-47-х. Есть довольно много гранат. Что-то подсказывает мне, что Мауза сейчас опять вернутся к истории с раскидкой ланга. А здесь... Вот как тебе решение? Своевременное. Очень грамотно. Они понимают, что типы делали. Типы ходили на Юзали улицу, а на рампу не ходили. Давайте сделаем подсадочку на рампе. Это классно. Но есть небольшая, наверное, уже проблема сейчас для них. Они пропустили Ксертиона в Сикрет. Но тот будет играть роль Люркера. И вот он выход на базу Б. Вернее, на рампу. Прайм Тапс под собой. Его не чекают. Минус один. Поторопился! Дядь! Поторопился! Мог бы их забрать! Здесь также минус от Ксертиона, который прокрался уже на базу Б. Падает Аква. Там был еще на хилпе у нас Лапекс, которого просто отрезали смоком. И численное преимущество для команды Маус Спортс. Можно ставить пакет. Знаешь, я бы даже, наверное, в этом раунде подумал о сейве. Ну, вот тебе подсадочка Прайм Тапса, которая не сработала. Ну, как свой минус он сделал. Тем не менее, мог из ситуации выдавить максимум, забрать двоих, при этом остаться живым. Ну и Аква тоже. В простейшей ситуации игрок, выходящий со смока, сумел перестрелять главного бомбардира команды B.I.G. Никси последний сопротивляется. А вот здесь, Маузам, надо задуматься, а стоит ли гоняться за снайперской винтовкой, при этом терять уже какой по счету девайс. В следующем раунде два игрока с большой вероятностью будут делиться дропами с тиммейтами. Окей. Проигруем раунд, остаемся без денег. И опять-таки же экономически не хотелось бы. Вот вроде беги проиграли, а ситуация по-прежнему плюсовая. Что хочу отметить, то что... Что я хотел отметить? Что ты хотел отметить? Увидел реакцию чата на Мишу, который плывет. Да, это смешно. Ну, то, что поторопился PrimeTabs, это мы уже сказали. А, вот я хотел отметить то, что Мауза не прочекали это. И какое решение от B.I.G., да? Ой-ой-ой, Апекс. Ну вот она, снайперская винтовка, которая, знаешь, ну максимально неоднозначно отыгрывает. Статистика в Апексе 1.1.8. Это мейн-снайпер команды B.I.G., который, ну пока что откровенно проваливает карту Нюк против Мауза NXT. Ну, это ошибочка. Тут я не понимаю вообще там, в чем была идея. То есть, окей, ты жмешь лонг с АВП, но почему не было саппорта рядом? Почему никто с АМКой не стоял близко? То есть, обычно, ну, снайпера вообще в принципе нельзя оставлять одного. То есть, должна быть какая-то подстраховка, чтобы всегда могли разменять. Тем более, если вы поджимаете. Но случилось, как случилось. 5 в 4 ситуация. Справедливости ради, на Нюке численное преимущество. Оно, конечно, это хорошо, да? Потому что чисто по математически ты имеешь плюс один ствол. Но вот потеряв одного в диффенсе, это не такая большая проблема. Карта все равно закрытая, много близких углов. То есть, здесь можно найти себе два фрага. Прайм Тапс откидывает Молик. Очень довольно неплохой. Был эффективным с точки зрения исполнения, но не очень с точки зрения результата. Но это было симпатичненько. И вот уже в конечном итоге под стену смоков проходят на базу БМУЗа. Играют в целом довольно разнообразно. Отмечаем их атаку и хорошую координацию. Но я вижу, что Б базу, судя по всему, вообще отдали. Да, там нет никого. Да, и держат в уме уже сейв. Да, убегают прямо сейчас на сейв. Десять секунд до конца. Понимают, прекрасно беги, что происходит. И ретейкать здесь никто не будет. И это, в принципе, грамотное решение. Ребята идут на сейв. Здесь перестрелка со скалой. Аква решил все-таки отойти. Ну и шестой раунд для Моузов. Такой бесконтактный бой у нас получился. Ну да, потеряли первого. Дальше попытались угадать, не угадали. Окей, давайте сейвить. Ну, вот знаешь, решение БиАйджи абсолютно грамотное. И придраться к ним крайне сложно. В свою очередь отмечаем хладнокровную атаку от Моузспорт. Сделали минус, выдержали паузу, накидали дымов, прошли по улице. Вскрыли абсолютно пустую базу Б, установили бомбу, выиграли раунд. Все просто. Шестое для Моузспорт в атаке на картинюк это уже хороший результат. Но, опять-таки же, уверен, не будут останавливаться Моуз на достигнутом. И постараются взять как можно больше. Понимая, что все-таки вчерашняя игра БиАйджи на этой карте дала информацию. Больше для размышлений точно. В атаке Биги что-то знают. Да, а в диффенте были проблемы также. Также были проблемы, как и у их оппонентов, против которых они играли. Это была команда Астралис. С счетом 16-11 Биги победили Астралов. Команду из Австралии. Да? Угу. Что у? Ну, Биги победили команду Астралис. Я сказал команду из Австралии. А, из Австралии. И ты подтвердил. Я думал Астралис, ну сори. Найс, ФК, пацан. Ну сори, услышал Австралис и все. Я просто подбайтил, я воспользовался ситуацией. Злодей. Пауза у нас, судя по всему, да? Слушай, ну вот честно говоря, честно говоря, у Бигов все-таки не хватает огневой мощи, согласись. Ну вот видно, что… Проблема, мне кажется, кроется вот в снайпере. Вот сейчас, ну вот, от снайпера чего мы ждем? Как минимум сбора информации, продолжение жизни, смещение, контроля карты и, конечно же, минусов. Здесь нет ничего. Он раз за разом пропускает себе в спину игроков, он не убивает. И это то, что мешает Бигам комфортно себя чувствовать в защите на нюке. Нормально так подгорели. В очередной раз абузят Лонг. Здесь Апекс АВП, герои, о которых мы говорили, делают уже два минуса. Вот она работа снайпера. Юра. Да, именно так должен действовать снайпер. Просыпается в одиннадцатом раунде в Апекс. Ну вот отдаваться, наверное, не стоило. Сьюхи отвечает минусом по Гвейведу, забирает еще и Нигзи. Вот это провал. Так, есть ответ от Аквы и Прайм Тапса. Сью остается один против двоих, забирает бомбу и летит на базу А. Здесь уже ждет его Прайм Тапс. Какой смок! Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Это неприятно. Но, по идее, Сью-то не знает, что Прайм Тапс играет в смоке. И он должен этим воспользоваться. Сааква отпускает все-таки базу Б, уходит в сторону рампы. А Сью как раз-таки мы видим. Фейкует? Да, круто. Он поставил бомбу. В такой ситуации это оптимальное решение. Сью один в два. Нельзя погибать Прайм Тапсу. Нужно просто жить. Есть информация по Сью. Его отрезает смоком. Но здесь должны Би-Ай-Г забирать такое. Сью рискует. И его Аква добирает. Ну, смотри, давай пройдемся по позитиву. Ляпекс сделал два минуса. Размен. Я не совсем согласен с оверпиком от Глэйвда, который пришел в винты. Вот он первый раз пострелял, да, сделал стрейф. Потом было очевидно, что уже тебя фокусят. Ну, у тебя нет там позиции. Ты должен открываться. Какой смысл в этом? Отдай просто. Уйди. Просто уйди и разыграй численное преимущество. Вот сейчас этот момент будет. Вот. 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 Вот он реально оверпикает. И Сью ставит ему красиво. Да, расперло. Да, все классно. Но Глэйвз тут немножечко не доиграл. Так. А, кстати, что там у Глэйвда? 7-5-8. Ну, вот видишь тоже. У одного из ключевых игроков команды Би-Ай-Г игра, ну, скажем так, не идет. Пять ассистов. Значит, где-то наносит достаточно много демеджа. Но не добирает свои фраги. И это также проблема, но хорошо, что уже Аква включился. Попытка торса реализовать снайперскую винтовку. Хороший спот. Контроль будки, но очень аккуратно действует Би-Ай-Г. Это прикольно. Вот они сейчас под степом жмут рампу. Они вчера делали уже это. А, нет, все-таки не пошли дальше. Аква уже уходит и оставили просто одного снайпера. Вот он, Ляпекс. Хороший угол. Кстати, у Прайм Тапса тоже, возможно, такая позиция, которая удивит здесь GDC. Сейчас он отыгрывает на пристройке, чекает под собой. GDC также подозревает, что здесь может быть оппонент. Ну и Мауза. Разыгрывают паузу. Слушай, обожаю вот это вот, когда стена смоков в середине раунда. Это прям, это супер круто. Вот сейчас этими двумя смоками отрезали. Так, игрок в ангаре, ну, на грани фола. Ну, он вроде так типа чекает, но никуда при этом не идет дальше. А за счет вот позиции у Апекса, ну, есть понимание того, что рампы не пытаются вскрывать Мауз Спортс и должно быть хорошее укрепление на верхней базе. Так и есть. Тут, по-моему, три игрока, если не ошибаюсь. Да. Хорошая позиция у Аква. Просто он должен тут тоже насыпать нормально. Глейфт. Флэшечка. Ну, как так? Отвернулся в этот момент. Глейфт делал два минуса. Три в три ситуации. Нужно быстро стягиваться. ДГС забирает прайм тайпса. Есть. Была информация по Глейфту. И уже два в два. Нигзи. Но три плента. Его ждут. Он делает один минус. Второго не ждет. Десять секунд до конца. Лапекс. С будки. Дал поставить бомбу. Нет понимания. Ой-ой-ой. Лапекс. Очень важный минус. И опять-таки же равенство восстановлено. Да. Счет 6-6. И такой очень генемичный, классный, красивый раунд. Крутой розыгрыш от Moom Sports. Опять же, стена смоков на минуте. Это очень круто. Это заставляет оппонента сомневаться. Ну и Аква. Пока он отворачивается и просто в этот момент отворачивается от флешки. В этот момент просто выходит и его убивает. Ну Глейфт в принципе позицию опорника отыграл довольно неплохо. Что по деньгам. Акцентируем на этом внимание. Сью. Есть у него АК-47. Возможно это будет эко с одним калашом. Так и есть. Докупили ребят там по диглу, по армору себе. И в общем-то будут пытаться сейчас что-то интересное предложить. Ну или просто вот как любят Мауза. Поползать по карте. Поискать какие-то фраги. Отжать какую-то зону. Ну и смотрим. GDC в будочке. На X у нас играет Нигзи. Готов он к выходу через пристройку. Так. Я бы посмотрел за снайпером. Вот там интересно, что вообще на улице происходит. Он чекает улицу. Но там только один Ксертион. То есть там вряд ли даже будет какая-то дуэль. Пока вот похоже на то, что это будет выход на базу. А Глэйвит играет внутри Планета. Нигзи неплохо справляется с одним. Падает тут же Сью на размене. Ляпис подключается уже на Хевен. Там инфа пошла, чтобы внутри Планета. Два человека, как же так, ошибся. И еще один ошибся. Все ошиблись. Два в два ситуация. Нужно исправлять эти ошибки. Прайм Тапсу и А. Бомба под девяткой. Нет подобранных девайсов. Это проблема для команды Маус и NXT. Но все же раунд получился. Да, защита сыграла очень, ну скажем так, растеряно в этом раунде. Вот не было синергии от турниках верхнего пункта. Каждый действовал по одному. Ну, отмечаем у Апекса. Вот только начали его критиковать. Сразу же делает свою работу. Два минуса против пистолетов. Уже хороший результат. Ну и, собственно, эти два минуса позволили бегам конкурировать с Маузами в этом раунде. Едем дальше. Сейчас полноценный бай. 5 АК 47-х. Нет снайперской винтовки. И интересно, что будет предлагать команда Маус Спорт. С точки зрения атаки у них довольно все неплохо. Соло пока стоит на рампе. Пан Аква откидывает смачок. И, конечно, каким-то образом, ну таким образом выигрывает значительно времени для своей команды. И уходит, кстати, на Б. И при этом приходит уже Лапекс на рампу. Прайм Тапс уже, мы видели его на этой позиции. Он играет в ангаре. Ну и Лапекс принимает радио. Первого увидел. Пошел. Так, можно забрать второго. Хороший угол. Шейн в это время находит минус по нигзи. Это было где-то на базе А, я так понимаю. Лапекса прогнали. Тут еще есть Аква. Аква ждет Шейна, судя по всему. Ну, позиция, конечно, не очень. Торси забрал Глэйвуда. Попытка поджима в будку закончилась провалом. Аква. Хороший минус. Ликвидирует Зейна. Ситуация 3 в 3. 50 секунд до конца. Интересно, какое же решение примут Мау Спортс? Аква. Нельзя торопиться. Откидывает Молотов. Идет на конфронтацию. Погибает. В конечном итоге Торси еще делает два минуса к Серти. Он забирает Акву. И это седьмой раунд для Мау Спортс. Близкая игра. Интересная игра. Классно играют на размены. Интересное решение предложения. Тут вопрос в том, будет ли такой темп. Даже не темп, а скорее вот будет ли такая же близкая игра во второй половине. Потому что вот сейчас уже интересно, как будут Мауза обороняться. Потому что мы видим, что все-таки у Бейджи есть какие-то определенные проблемы. И часто даже просто позиционные в защите на карте Денюк. Последний раунд первой половины. Бай у нас, конечно, такой, что бог послал. У кого-то дробаш, у кого-то МПшечка. Не соло нахлебавшись здесь у Бейджи. Где-то, возможно, даже сейчас будут агрессивные действия от этих ребят. Так, там на улице засада. Прайм Тапс и Вапекс. Должно быть интересно. Ну вот, Прайм Тапс забрали. Вапекс. Нет. Все под контролем. Торс СВП остановил агрессию игрока защиты. Ну и в итоге попахивает изи раундом для команды Мауза и NXT. 2 в 4 ситуация. 1% у Ксертиона. Ну и решение от Мауз. Отправляются на нижнюю базу или все-таки будут сплитовать верхнюю? Они могут себе позволить еще просто постоять. Вообще ничего не делать. Минуту. Так, GDC под собой не проверяет. Окей, говорит, не надо. Не буду. Аква выдерживает пауз. Понимает, что это его шанс. И показалось, что, наверное, может развернуться в его сторону. Поэтому решил все-таки делать килл. Аква последний. Была по нему информация. Очень быстро смещается вентиляция. Понимает, что выход, возможно, будет именно на B. Но, как мы видим, Мауза, опять же, делает все грамотно. Там тоже все увидел пропрыгивающего Аква в винты. Ну и, собственно, после этого занята база. Скорее всего, сейчас будет установка бомбы. Ну и у Аквы шансов здесь просто-напросто нет. Нет дефюз китов. Одна флешка. 40% здоровья. Как со всем этим справляться, пока что непонятно. Все. 8-7. Мауз Спортс выигрывает первую половину. Боевая такая у нас получилась сторона. Симпатично смотрятся оба коллектива. Но да, Мауза пока попредпочтительнее. В целом, даже как-то по стрельбе, знаешь, не выпадает никто. А вот, ну не знаю. Хотя так вроде смотришь на статистику. Ну так у бегов вроде по фрагам тоже никто не выпадает. Тут мы отмечали, что у Ляпекса не пошло. 1-8 ты говоришь? 1-1-8, да. Но в моменте собрался, включился. Взял очень важный раунд. Против Пистолетов сделал два важнейших минуса. Короче, то, что позволяло бегам цепляться за раунды в первой половине. Ну и вот теперь момент истины для БиА и Джи. Во вчерашнем матче против Астралии Стелландс показали достаточно серьезную и солидную атаку. Но тут соперник другой. Надо начинать со взятого пистолетного. Получится ли все задуманное. Пока что непонятно. Так, и я... Тут я тебе больше скажу, непонятно будет даже после пистолетного, что будет дальше. Потому что форс по-любому последует от команды, которая проиграет пистолет. Есть, кстати, большая вероятность, что пистолетный раунд второй половины мы будем слушать TeamSpeak B.I.G. Кстати, это очень даже интересный раунд. Правда, все будет на немецком, без перевода. Классная пистолетка была у Маузов за атаку. Да, да. Прям клювая. Очень солидно. Да. Сейчас посмотрим. Закупаются у нас командочки. Что у нас там по наборам? У Ляпекса есть смок и две флешечки. Выглядит перспективненько. С другой стороны... С другой стороны... Давайте послушаем пистолетку. Есть диффузаус Ю с Хэшечкой. Это по команды Маузов. Один Мейнград. Ничего не дропает. Может, это даже раунд-стек. Ляпекса, а потом раунд-стек. Ваше våra маузов. С Нет. Ляпекса. Компус, у нас город раунд-стек. Одна-шахт. Одна-шахт-стек. Одна-шахт и одна-хэшн. Другой, два, один, го. Пят. Самый, семи. Коц, я держу вас. Я держу вам через то. Я держу вам. Пят. У меня, все. Лобби. Хэшн. Хэшн. Слушай, все классно сделали, да? На самом деле, раунд хороший. Так, это уже интересно. Бери бомбу иди на Б, тут один путь. Ну это подарок судьбы. Просто иди на Б и все. Не понимаю, почему он сейчас пошел в сторону А. Настолько очевидное решение просто уйти Б. Он потратил кучу времени сейчас на то, чтобы… Подожди, времени более чем достаточно. На самом деле… Вопрос в другом. Зачем он это сейчас делает? Что он ждет? Что чел на него выйдет или что? Что будет гулять, типа ходить по кругу? Не, ну такое. Смотри, бывает информация, что два игрока на верхнем пуинте. Скорее всего, он поджал в будку. Никси четко это понимает. Вообще 20 хп осталось. Как же это было близко. Вообще тоже раунд очень интересный. Изначально укрепление маузов на верхней базе. Там с хаешкой на девятке стоял. В итоге раскидали рампу, фейканули, прогнали опорника. Вышли на верхнюю базу. Ну, скажем так, на полупозициях подловили маузов. Но очень круто стреляли мауза. Да, да. Там Торси просто влепил два таких нереальных. И тут еще там была небольшая оплошность с точки зрения того, что надо было душить двери вместе. Вы же знали, что там есть чел. Убейте его вместе. Они как-то разделились, знаешь, расплитились и все. Ну, форсбайп. Поставили бомбу ребята из BHG и решили сейчас закупаться. Если смотреть в целом на оружие, то смотрится довольно неплохо. Но тут скорее вопрос в том, какая будет стратегия на этот раунд. Ну, два АК-47, Галил, два Дигла. Бегам в любом случае очень хотелось бы забрать этот раунд. Проиграны две пистолетки. Отдавать второй форс не хотелось бы. Поэтому надо показать какой-то супер навороченный раунд. Ну, или от простого выйти и банально перестрелять своих оппонентов. Слушай, ну что бы ты сделал с двумя калашами на нюке? Я бы пошел на улицу попекался. Ну, логично. Ну, в теории у защиты может быть скаут. Ну, может быть. Да, то есть не сильно хочется против скаута стрелять. А с калашом на рампу сильно хочется идти? Ну, посмотрим. Смотря как. Смотря как. Ну, ладно. Смотря как. Хорошо. Но есть ощущение, что пойдут, кстати, на рампу. Потому что вчетвером смотрят на эту позицию. А здесь как раз-таки тоже может быть удивление. Два игрока команды MoSports находятся на этой точке. Ну, вот тут надо Сьюхи перестреливать. Сьюхи два минуса делали. Так, возобрал GDC. Хорошо. Размен есть. Правда, при этом Аква стоит в красный. Падает еще и Гои. Ну, вот Вапекс отработал. Четко он сыграл. Разменял. И вот сейчас что дальше? Сью идет в сторону окон. Но неужели BG пойдут дальше? Аква. Всего 20 поинтов. Из гранаты там фактически погибает в руках. Сью оформляет квадрокилл. Отличная игра от него. И отличный сетап. Отличный сетап. Два рампа. Но насколько мне не нравится решение на форсбай и идти на рампу. Без, вот знаешь, вот без предварительных ласк на улице. Только хотел сказать, вот ласки нужны были. Нужны были. Надо было чуть шире поиграть. Заставить, знаешь, команду как-то... Пощекотать улицу. Да. Заставить расшевелиться диффенс. А так банально сидели вдвоем на рампах и неплохо отыграл Сьюхи. Даже не то, что неплохо, а очень круто отыграл. Сделал два минуса. Отправился на нижнюю базу, после чего оформил тайминговый выпад и сбрил еще парочку игроков B&G в линию. Деглы. Деглы у бегов. Агрессивные торсы. Просто поджимает улицу с фармганом. Делает первый минус. Ну и уходит на безопасную дистанцию. Венгр въехал там на гнилую козе. С МПшечкой. Красиво. Шейн на позиции. Бочка. Сью делает минус по Апексу. Ну, все четко. Вот по стрельбе, по позициям Мауза играет довольно крепко. Ну, то есть в плане... Знаешь, так уверенно стоят. Как с Эртион сейчас. Делает минус по прайм тапсу. 2 в 5 ситуация. Уже, конечно, мертвый раунд. Ну и с пистолетами здесь ничего не удалось сделать. Хотя бы минус наковырять не удается. Остается последний нигзи. Его уже поджимает Эртион через рампу. И это 11-7. Но сейчас, тем не менее, будет оружейный раунд. Вопрос, наверное, в наличии АВП. Нужна ли здесь вообще снайперская винтовка за атаку? Ну, пока нет. Пока от нее отказывается. Возможно, позже мы увидим, когда будет либо чуть больше денег, либо какие-то, может быть, будут идеи. Ну и смотрим сейчас на оружейный раунд от BHG. И, кстати, интересно, вот Мауза сейчас в каком ключе будут играть. Будут ли они стоять дефолт и ожидать каких-то раскидок? Либо же, опять же, учитывая на руках MP9, да, например, можно сыграть довольно активно. Поджать там будку, поджать улицу. Что-то в этом роде. BHG на long. Тут три в лобби у команды BHG. Ну, была задумка разменяться utility-дэмэджем. Но, как видим, оба коллектива промахнулись с гранатами. В итоге, ну, практически все целые и невредимые. Немного торси пострадал. Окей, 10% не беда. Ну и BHG. Скорее всего, будут делать то, чем занимались Моуспорт в первой половине. Смаки на улицу. Ну, и будет попытка прохода на нижнюю базу. Отмечаем, что вот более подготовлено к этому моменту относится Моуза. Игрок под пристройкой, игрок на нижнем. Ну, все как-то интересно. Торси, фармган. Ну, вот здесь дуэль против Вапекса проиграна без шансов. Кстати, классное замечание по поводу игрока в Сикрете. Как ты помнишь, у BHG вообще не было даже близко. Он, если и оказывался, то очень на поздних таймингах. Там был Вапекса. И на поздних позициях. Да. То есть уже где практически до нижней базы оставалось пару шагов. Здесь попытка от Торса сыграть агрессивно, конечно, приветствуется. Но девайс максимально неподходящий. Фармган попытался отработать даже без флешки тиммейта. За что был моментально наказан. Вапекс заметил Ксертена в будке. Прогнал. Ну и сразу же быстрый выход. Где размен? Как так, ребята? Тем не менее, есть размен. И вот он, размен плюсовый. Я просто не понимаю. Вы. У вас есть энтри. Вы выходите вместе на одну позицию. Вы знаете, где чел? При выходе из будки слева. Но там было очень много игроков в Mausen XT. Вот обратите внимание. Они закончили свой выход из двери. И при этом уже все, раунд закончился. То есть игрока на рампах не было. Хлопа была максимально быстро на верхнюю базу. И к этому раунду вроде бы были готовы Mausen XT, но банально в перестрелке не справились. Отмечаем у Апекса. Этот парень действительно сделал важный минус. Ну, две позиции были и хороший угол. Да, вот в этом плане у Mausen XT, наверное, почему еще так получилось сразу сделать два фрага. Именно из-за того, что был один угол. То есть один сидел на балке, а второй сидел под ним при выходе из дома. Что-то задумали. Там BAG хотели, видимо, то ли взорвать будку, то ли дефолт. Что-то такое. Ну и пока затишье на карте. Довольно прямолинейно действует BAG. Не пытаются как-то расшатывать. Абсолютно не используют лонг. То есть там нет никакой активности. При этом мы помним, что флешка в упоре. Ну, круто здесь убрали GDC. Пошел дальше игрок команды BAG. Торси подгорает, открывается. Ошибочка. Ну, тут была ошибочка обоюдная. Один не попал, второй с гранатой чуть не погиб. Аква пропушил хелпу. Причем решение было о Торси волевое. Знаешь, он не побоялся коктейля Молотова. Постарался сыграть на фраг. Но, как ты уже отметил, промах в итоге 20% здоровья. И Аква уже под девяточкой. И это может быть беда. Сью. Сейчас в пристройке возможна встреча. Пошел все-таки дальше. Винты. Аква. Лейв. Есть инфа. Аква делает минус по Торси. Шейн погибает. Тут Ляпекс выходит на B. Шейн делает минус по Акви. Что происходит? Они на B идут или что? Они уже на B. Они уже ставят бомбу. Ситуация 3 в 3. Да, да, да. Посмотрим, что по позициям. Посмотрим, что по позициям. Ой, ой, ой. Сьюхи под квешскую работает. Нет, здесь Вапекс. Страхует тиммейта. 46,73% здоровья Зейн и Ксертион. Но однозначно надо уходить на сейв. Этот раунд уже не спасти. 11-9. БИГ. Два раунда подряд в атаке. И вот тебе и подход. Правда, вот это бонус, который может в следующем раунде очень солидно насолить команде БИГ. Ты правик. Да. Подобранная снайперская винтовка и умение Торси обращаться с этим девайсом. А вот Зейну надо было тоже уходить. Это было важно. Учитывая отсутствие денег полное. Мне интересно посмотреть на раунд с точки зрения схемы. Что произошло? Что делали BHG? Потому что в какой-то момент я просто потерял нить того, что происходит. То есть я фокусил... Одна была мысль. Она выглядела так, по крайней мере, со стороны атаки. Потом прошло время, какой-то размен. И вот здесь вообще просто показалось, что вот когда Аква погиб на Хевене, показалось, что это вообще выход на А. А потом, я смотрю, два на Б. Уже бомбу ставили. Да, ставилась бомба. То есть они как-то так построили атаку, что у них получился выход одновременно на две позиции. Там просто изначально Аква продавил рампу. И именно через рампу атака прошла на нижнюю базу. Ну а Аква продолжал напрягать под девяткой. Пытался держать напряжение верхнюю базу, но вот со вторым не справился. Окей. Ну опять-таки же мы наблюдаем уверенное начало от MoSports. Более, конечно, такие интригующие раунды получились. Не так просто, как было в первой половине. Но в какой-то момент BIG собирается и показывает, что готовы конкурировать с Maus NXT на равных. Дробовик на руках у GDC. Это похоже на Miss Buy, потому что денег вообще не осталось. Совсем. Я думаю, это работа уже для тренера академии. Как так получается, что человек автобай нажимает, и при этом это же явно не первый раз происходит, да? И такие вещи нужно убирать. Анбиндить эти такие вот истории. Это не очень хорошо. Очень хаешка неприятная. А тут интересный босс сработал. Торзи. Энтри-фраг для команды MoSports. Ну вот она, снайперская винтовка, которая начинает нагнетать обстановку в этом раунде. Ну и что? Есть понимание о том, что АВП ушло в винты. Глэйвит забрал Сьюхи. Тут должно быть все спокойно. 2Х он был также к Серти. Он делает минус и падает. Торзи и GDC остались вдвоем. Ой-ой-ой, погибает здесь GDC. Но Аква еще и предварительно получил непонятно какой выстрел, потому что осталось 64. Тробовик. Тробовик, он в голову попал, но дробь, походу, в малом количестве проникла в черепно-мозговую коробку соперника и в итоге нанесла всего-навсего 36% здоровья. 11-10. Вроде бы хорошее начало было у MoSports, первый минус, но дальше очень круто среагировали беги. Понимаешь, что снайперская винтовка ушла вниз, моментально вышли на верхнюю базу, расправились с пистолетами, ну и забрали десятый раунд. Браво. 10-11. Оружейный раунд сейчас мы будем наблюдать от MoSports. Не видим мы снайперской винтовки. Также проблемы с деньгами GDC, который сделал такой плохой, не очень приятный бай. Аква внедряется у нас в начале раунда на вентиляцию. Мажет моликом LAPEX. Это бывает. Не расстраивайся. Все нормально. Это не самая большая проблема. Что там у Аквы? Куда он? Где он вообще? Как там он себя чувствует? 19-2-13. Или ты по позиции? Я по позиции. Мне просто интересно вообще в курсе, что у них чел на боте гуляет. Так, вот номер 9 по-моему вообще не понимает. Он спокойно стоит на рампах. Все остальные на верхней базе. И, ну, кстати, это может быть проблема. Ну, там только... Там еще проблема в том, что сам Аква не может выйти оттуда. Ну, да. Надо разбивать окна. Да. Либо открывать двери. Так. Тут стена смоков. Наконец-то. BAG первый раз показывает нам стену смоков. И под нее проходит в сторону базы B. Ну, понятно. Наверное, логично, учитывая то, что Аква там уже. Там Сертиона надо по-хорошему забирать в спину. Но Аква отмораживается просто в окнах. Ждет хелпу. Кстати, кстати, ну... А где же минус? А минуса пока нет. Аква пошел в винты. И это будет удивление сейчас для Сертиона. Вот как он откроется. Да. Спокойно забирает Сертиона. Первый минус есть. 30 секунд до конца. Маус мчатся на нижнюю базу. Но здесь уже все под контролем BAG. Не знали Мауза о том, что чел на B. GDC делает минус по Акве. Дальше Гэмблит. Пытается что-то найти для себя какой-то минус. Но просто слишком активно он действовал. И его, естественно, прибили. Но это был вопрос времени, скорее всего. Шейн и Торси остаются вдвоем против четверых. Это сейв. И это одиннадцатый раунд для BAG. Где-то мы это видели. И буквально во вчерашнем матче против Астралии у BAG была похожая ситуация. Тоже счет был 11-11. Правда, потом все-таки закончилось. Да. Вторая половина для BAG была в защите. То есть собрались и все равно закончили победой. Здесь в атаке, да? То есть в теории у Мауз все-таки есть еще вот эти шансы цепляться за раунды. Конечно, конечно. И претендовать на победу. Но... Тут вопрос в другом. Тут, видимо, смотри, наверное, на этом уровне комплексная проблема защита на карте Даню. То есть за атаку они более-менее там вот раунды, стратегии, что-то есть понимание. А в диффенсе вот с тимплеем не просто. Знаешь, сколько мы говорим про баланс карп, да, они очень балансно отыграли. То есть половина закончилась 8-7. Там нельзя было выделить, что доминировала дикая атака либо защита. То есть все было 50-50. Сейчас мы видим похожую картину. Да, с небольшим перевесом в сторону атаки, потому что беги забрали уже серию оружейных раундов. И Мауз пока что не могут разгадать, как же все-таки останавливать бегов. Ну вот момент тогда, когда Аква просочился на нижнюю базу, наверное, стал ключевым в этом раунде. Так да, я же говорю. И никто даже... Ну, они даже ухом не повели там абсолютно. Но ухом кто-то другой водит у нас. Да. Да. Все так. То есть видишь, он даже выходил из винтов. И, возможно, они даже подумали о том, что он где-то просочился в эти винты там в каком-то даже не в раннем тайминге. То есть там не было абсолютно фокуса ни секрета, ни б, а от слова совсем. Пауза, я так понимаю, была у Мау Спортс. Ну, есть о чем поговорить, действительно, надо собраться. Решение, в первую очередь, было, наверное, и экономическое, и, ну, что делать дальше. Потому что есть две сохраненные эмки, как их разыграть, стоит ли докупаться. Короче, все это обсуждали Мау За, но все же решение отыгрывать этот раунд с пистолетами. Купили три дегла. По арморам тоже выступили Мау Спортс. Два легких. Только Сьюхи решил не тратиться. Торси, поджим будки. Вот первый минус. Прайм Табс. Наконец-то Мау Спортс начинает в центре фрага. Да, и можно дальше спокойно отсиживаться на позициях, ждать своих оппонентов. Укрепление базы А как минимум за счет вот этих двух эмок, которые есть на руках. Отлетает Шейн. Это откуда было? Это Аква его из будки убил, что ли? Это Аква. Он… Свой минус найдет. 21 фраг уже у пацана. Вот я не помню, мы с тобой вчера комментировали, Нюк? Против Астралис? Да. Вот вспомни, там была турелька в атаке, которая стояла и разбирала Астралис. Налево повернулся фраг, направо повернулся фраг, вышел фраг. Там он на поджимах ловил практически все, что заходило. И здесь, как только защита открывается, Аква моментально наказывает. 21 фраг, два асиста, 14 смертей. Однозначно пока что лучший в составе БИГ. Торси минус по Никси, будет для размен, да. Парный выбор, Гвейвот забирает Торси. Ох-хо-хо-хо! Прифлайером походу Ксертион через пристройку отвечает. Аква выключили. Да, это самый опасный пассажир, это правда. Ну и Сью, и GDC, простите, Ксертион без позиций. А тут решение вот такое, довольно интересное. 15 секунд до конца. Гвейвот бегут на Б, да. Если сейчас Сью отменит бомбу, это будет беда. Увидел, увидел. Очень хороший тайминг для Апекса и не очень удачный для Сью. Ксертион, очевидно, должен забирать девайс и идти на сейв. Или пойдет брать раунд. Можно попробовать, кстати? Посмотри, бомба установлена далеко не самым лучшим образом. Игрок на вилке. Это проблема. Смог на двери. Есть понимание о том, где находится Ксертион, Гвейвот. Но тут должен забирать. Нет, даже в Апекс страхует. Красавцы. BIG не без проблем, но все же забирают этот раунд. 12-11. 12-11. И это уже, ну скажем так... Пожар. Пожар для Маузовов. Мне интересно, сколько там подряд они отдали. Счет-то был 11-7. Они, да, это 8-7 первая половина. Мауза выиграли пистолетку. Отыграли против форсы и экономического. Угу. Ну и все, пошло-поехало. Вон, 4, 5 подряд взяли. 5 подряд взяли BIG. Это солидно. Есть АВП на руках у GDC. Где он отыгрывает у нас девяточка. А, на рампе. Вот. Решение, которого мы ждали очень долго. Две снайперские винтовки в первом игровом дне. На Vertigo работала Варочка, Торси и Зейн. Сейчас АВП достается от GDC. Вторая снайперская винтовка. Ну и Торси просто монстрила. Аква! В очередной раз. Ну просто как он это делает? Он делает минус. Он делает два минуса. Шейн, есть информация по нему. Он также закапывает двоих. Два в два. Ситуация есть размен. GDC здесь довольно сильно подгорел. Нигзи ставит бомбу. И позиция Прайм Тапса мне не нравится в этой ситуации. Я понимаю, что он, наверное, просто не нашел лучшего решения в этом тайминге уйти куда-то. Но она... Две снайперские винтовки на выбивание. Вот это проблема. Это проблема. И я об этом сразу хотел сказать, когда увидел эти две снайперские винтовки. Смотрим, как они работают. GDC. Легкая добыча для Прайм Тапса. Последний Торси в винтах. Понимает, что раунд уже не спасти и уходит на сейв. 13-11. Вот тебе Аква. Вот тебе супергерой команды BIG. Тупо он находит в каждом раунде минус. Притом в каких-то вообще нереальных ситуациях, когда фокус на каких-то других вещах. И он не просто находит минус. Минус он еще и два находит. Максимально закапывает. Просто сейчас паузов. И Аква, наверное, вот я еще не смотрел. Я вот сейчас смотрю первый раз маузов. Я еще не смотрел Фнатик и не смотрел Фурию за три дня. Угу. И вот пока Аква – это лучший игрок из тех всех команд, которые я видел. В том числе и у Na'Vi. У Фнатиков очень круто отыгрывает снайпер. У него никнейм Regali. Это вот то, что по наблюдениям. У Фурии, ну, в принципе, такая конкурентная команда. Ну, наверное, мне сейчас сложно кого-то выделить. Там просто бразильцы круто стреляют. Угу. У них своеобразный стиль. Они действуют мега агрессивно. Но что-то в этом есть. Европу они уже удивляют. Так, быстро атака на верхний плент. Посмотри, два минуса. Сбрили пистолеты команды Maus. Ну, вот Торси с АВП. Двоих оформляет. Постарается забрать третьего Сьюхи. Как?! Один в один. Вапекс против Сьюхи. Как они вот... Там Торси разобрался. Торси разобрался. Три минуса с АВП. Упор. Да, внутри плента. Ну, слушай, не доиграли чуть-чуть. Беги в этом моменте. Причем так все хорошо начиналось. Забрали двоих. После этого включение от вражеского снайпера. Вапекс. Ну, это все Сьюхи. Можно было не топать. Вот это он зря сделал. Потому что он дал очень много... И времени более чем достаточно. Да, да, у него была минута. Он мог спокойно под степом пойти. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ну, он сам виноват. Ну, извините, пожалуйста. Но Ляпекс здесь просто не доиграл. Ну, в том смысле, что... Давай так. Не не доиграл, а очень плохо сыграл. Да, хорошо, ладно. Будем называть вещи своими именами. Очень плохо сыграл. Он у тебя в распоряжении минута двадцать. Ты понимаешь, что соперник находится на улице. Зачем тебе топать? Куда бы он ни пошел, ты должен оставаться в полном неведении. Да, инкогнито. Инкогнито. Никто не должен знать тебе, что происходит. Максимум, где он мог спалиться, это уже в моменте открытия двери. Да, 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 да. Но сыграл неоптимально. И отдали экономически. А так все хорошо начиналось. Вылетели на А. И там, конечно, Торси закерил. Здесь вот... Они как-то очень долго его убивали просто. И Молик дали. И знали, что он здесь. И вот этот вот минус тоже. Ну и... Случилось, как случилось. Пять АК-47 с одной стороны. И с другой стороны три М-ки АВП и АК-47. Это закуп у команды Маус Спортс. Ну и игра у нас накаляется. Интрига, скорее так, я бы сказал. Ну и Шейн находит минус по Акве. Аква был чрезмерно агрессивен. Впрочем, наверное, как всегда. И здесь есть энтрифраг для Маус Спортс. Ну и, конечно, довольно высокие шансы на то, чтобы забрать этот раунд и сравнять счет. Торсис АВП просматривает улицу. Стены смоков пока у Бейджа не просматриваются. Также они не кидают. И решили вот так вот контактно просто почекать. Ну это, по идее, легкая добыча. Попадает по лапексу 1% здоровья куда? Надо было попасть. Это нога через циклу или как? Я не знаю. Или в мошонку выстрелил? Не знаю, я не видел. А там железные. Всякое бывает. И Пиксель иногда просто не засчитает. Или просто, не знаю, Габену надо писать письмо. И поинтересоваться действительно, куда был выстрел, что остался один хеллспойнт. Раскидочка в середине раунда. Стена смоков на ланге. Какой-то фейк. При этом, я так понимаю, что провели туда чела. То есть есть оппонент на бета, Ляпекс. И какой был смысл в этой стене смоков? Можешь это мне объяснить? Ну якобы, что там будет много. Но по-прежнему три игрока остаются на верхнем. Один в пристройке, два за плантом. Ой-ой-ой, сейчас будет... Мясо. Они под шифтом выходят. Ксертион. Есть первый минус. Дальше включается пристройка. Сьюхи забирает двоих в спину. Ляпекс последний. Находит GDC. Ой-ой-ой. Такой довольно сумбурный раунд. Ну проигрывает уже его команда BHG. Это факт. Остается у нас Ляпекс. Единственный игрок. Выживает у команды BHG. Или не выживает. Все-таки выживает. И 13-13. Вот так вот отдали экономически. Зарядили таким образом своих оппонентов на победу. Те поверили в себя уже. Возможно, в какой-то момент просто начали сомневаться. Но и сейчас все хорошо. Для команды Моуспортс они берут два подряд после серии, внушительной серии. Сколько? Пять. Семь раундов. Ну по-хорошему должны были забирать восьмой. В шесть. В шесть. Значит седьмой. Да. И паузу, наверное, уже ставят BHG. Я так понимаю, не видно. Да. BHG зеленого света. Подсвечивается тайм-аут. Ну, наверное, есть о чем поговорить. Скорее как-то, знаешь, ощущение, что где-то может быть фокус потеряли. То есть все было хорошо, знаешь. Появилось хорошее настроение. Классно. Аква. И тут в прошлом раунде он погиб первым. А вот что делать без него? Да, это тот игрок, которому нельзя погибать первым. Знаешь, это вот как Симпл, например. В Na'Vi. То есть если он первый, его вырубят. Ну подожди, там есть еще валер, там электроник. Нет, там есть пацаны. Да, это все понятно. Я имею в виду, что когда у тебя есть какой-то бомбардир, такой старплеер, тебе хочется, чтобы он жил как можно дольше. Я про это. Это факт. Особенно в случае с Академией. Да. Когда у вас есть бомбардир Аква, который уже просто, я не знаю, там какая у него статистика КД за три дня. Ну у них, кстати, я про это противостояние. Идет плотная заруба за первое место. У Аквы 25, у Торси 26. Все очень даже интересно. Да, довольно близко. Также отмечаем Сью у команды Моуспорт. 21 у него фраг. Ну и проход довольно быстрый и на раннем тайминге. Через длину от команды BAG на базу B. Аква тут остается на позиции люркера. Смотрим, как беги будут заходить на B. Это вопрос. Ну вот то, о чем говорил как раз-таки ты. Акву на этот раз решили вперед не запускать. Да, подсейвили чуть-чуть. Он будет отыгрывать люркера в этом раунде. Ну, в принципе, не новая для него роль. Посмотрим, как с основным выходом справятся в тиммейте. Торси первый минус. Вапикс забрал. А вот это было лишнее. Прайм Табс за наглость фражеского снайпера наказывает. К Сертиону по-прежнему два игрока. Куда? А куда Сертион пошел? Зачем? У тебя же сидит там чил. Жди момента. Шейн делает минус по Глейвду. Два в два ситуация. Шейн через вентиляцию смечается в Сикрет. Ну вот тут не надо торопиться с установкой бомбы. Зейн. Против Аквы. Кто кого. Очень важная дуэль. Аква понимает, что погибать ни в коем случае нельзя. Есть инфа по одному. И, видимо, понимает, что второй на рампе. А бомбу надо ставить, да? Да, они не знают, где второй. Ну, кстати, хорошее решение. Хорошие позиции. Два 100% игрока в атаке. Жейн красный, Сьюхи, сотый. Дефуза есть у обоих. Просто сейчас нужно играть на самом деле бегам и плейтайм. То есть постплан ситуации дефолтной, в которой нужно просто играть на время. Сью открывается через Сикрет. И непонятно, куда пошел Никзи и Аква. Есть рефраг. Один в один. Шейн красный. Это проблема для него. Аква открывается. И Аква такое не отдает. Два фрага от него. Вот он, герой этого раунда на ваших экранах. Команда Бейджи берет 14-й. Ну что, допы? 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 Кстати, с таким кайсиком я бы с удовольствием посмотрел. Классно. Я тебе говорю, мне весь ивент, просто я смотрю, вот все нравится. Игры, уровень. Я сегодня даже попытался сравнивать. Ну для себя, знаешь, такая оценка происходила. По типу того, вот какой уровень игры сейчас у Академии. Ну я посчитал где-то 4 года назад профессионального Counter-Strike. Где-то вот так. Серьезно? Ну я тебе серьезно говорю? Ну слушай. Ну это же мои ощущения. Ну может по твоему, да. Это субъективное мнение. Ты уважаешь меня? Да. Юра, ты меня уважаешь? Ну там просто были и Астралисы, и Фнатики, и все что хочешь было. И все круто играло. Они что, хуже? Ну это вот, я соглашусь, наверное, если это 4 года назад, наверное, тир-полторашечка какая-то. Тир-2. Ладно, вторговался. Хорошо, хорошо. Но честно, для меня… Века-Сквадрон, Hellraiser, да? Для меня, в принципе, открытие B.A.G. Потому что, ну, до этого турнира про данный коллектив я не знал ровным счетом ничего. То есть он не выступал нигде. На матче, точнее на HLTV, ноль матчей. Два сыгранных противостояния в рамках нашей лиги. Вот он третий. И действительно, то, как играют парни, мне действительно очень нравится. Торси, обрати как внимание, как играет. Первым номером на улице легкий фраг для Ляпекса. Си уже смещается через винты. Здесь есть Аква, который готов зайти в спину. Но при этом мы видим, что B.A.G. ближе все-таки идут к пристройке. Возможно, это будет выход на базу Ась. Аква в вентилях уже понимает, что нужно менять позицию. Ляпекс открывается, видит, что есть чел на будке. Его забирает, падает в Сертион. Проблемы огромные у Маузов. Атака здесь включается GDC серия разменов. Два в один ситуация. GDC один на планете. Но по нему-то была информация. Он ведь делал килл. И парный выпад все четко. 15-13. Ляпекс ставит точку в этом раунде. Денег нет. Денег нет у Мауза и NXT. В прошлом раунде закупались под ноль. Что в этом раунде? 2 900. 2 900. Там, по-моему, было 3 350. Даже 3 500 было у Сьюхи. Короче, беда. Беда. Мауз. Вот знаешь... Они... Ладно, парни, поговорить. Если вы смокс, то отбивайте. Они выходят из смокса. Надо смотреть. Да, но... Просто беги на последнюю раунде. Один же. Да. Алекс, focus, чтобы они не спушят тебя. Я буду это фанкать. Ляпекс кап, что ли? Может быть. Ну, наверное, решили на дефолт играть. Рампа-офф, рампа-офф, он смокс. И он на-афф, или нет? Ляпс, или нет? Ляпс, или нет? Ляпс, или нет? Ляпс, да. Мы играем против Ляпс. Ну, все правильно. Торапиться точно не стоит. Они хотят взять. Они хотят взять. Типа байтить больше на гранаты. Но они идут обратно, я думаю. Нет, он споткнул. Мы продолжаем. Ляпс, мы продолжаем. Да. Ляпс, 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 ну ладно. Ляпс, да. Ляпс, асэни двыр, түр. Жанство двahu милоку, есбело. Но он правильно. Ляпс, да. Ляпс, да. Ляпс, да. 3А, 3А 3А, они сейчас понимают, что их ждут на А Винты Идеальное решение Очень круто Шейн падает, но там бомба прошла, это главное А здесь Торси Рампа линкс, лоу Рампа линкс, лоу ХП мало Торси попал по двоим со скаута Рампа линкс Рампа линкс Аква Рампа линкс Рампа линкс Ой, как он рискует сейчас Аква линкс Аква линкс Вот тебе Аква И диффузов нет, там он убил человека, который был с диффузами Не пикайся! А бомба же не на него стоит Он не успевает, там нет диффузов Там нет диффузов, нет диффузов Фух, вот это игра Да, вот это уровень Найс Трайк, команда Моу Спорт и Шейн и Би и Джи побеждают на этой карте Ну это было прям вообще У меня аж мурашки по телу У меня аж... Шуууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууу